Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Мальков, я директор Центра научной коммуникации университета ТМО и куратор совместного лектория университета ТМО и Новой Голландии. О науке и технологиях мы собираемся уже, если не ошибаюсь, в пятый или в шестой раз. Сегодня у нас абсолютно замечательный спикер, это Александр Валерьевич Бухановский. Он, как видите, является носителем энного количества регалий, которые отображены на сайте, я не буду их все перечислять, но Александр Валерьевич, помимо всего прочего, является также директором мегафакультета трансляционных информационных технологий в ТМО и занимается практически, сколько я его помню точно, наверное, всю жизнь, о развитии приложения информационной технологии в различных сферах, там от здравоохранения до городской инфраструктуры и так далее. Человек, который очень много сделал, на самом деле, для видимой и невидимой инфраструктуры и нашего города тоже, наверное, об этом расскажет. Но сегодня мы затрагиваем отдельную тему совершенно, которая сейчас не так давно появилась на радаре нашем и на исследовательском радаре наших замечательных ученых. Это тема цифровых двойников. Я прошу приветствовать Александра Валерьевича. Александр Валерьевич, пожалуйста. Вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Так, а на меня сбруя, наверное, должна быть повешена, чтобы писать звук. Или трансляция будет с этим звуком? С этим звуком. Ну, прекрасно. Ну что, тогда приступим. Присупим. Присупим. Хорошо, будем компьютер. Брюки превращаются, превращаются брюки. Дорогие мои коллеги, хочу немножко поговорить сегодня даже не о цифровых двойниках, потому что в двойнике ничего интересного нет, это образ технической системы, а скорее о более забавной форме, о том, что связано со цифровкой самого человека, как бы нам это ни представлялось. Вот мы все с вами сейчас знаем грубое слово цифровизация, вот совсем грубое. Правильнее говорить цифровая трансформация. А вот вопрос, вот делается цифровая трансформация цифровая. Говорим цифровая экономика. А что это такое? Вот мы же до этого автоматизировались, информатизировались. А почему сейчас цифровизируемся? В чем отличие? Ну, представьте себе, если мы говорим про информатизацию, все наши процессы жизненные, они такие, как и были в реальности. Просто мы их как-то с помощью информационных технологий улучшаем. Продавали арбузы, раньше на бумажке и блокнотике отмечали, сколько продали, а сейчас стали на смартфоне. Вот информатизация. А вот если мы сделаем новый бизнес-процесс, потому что этот арбуз уже не лежит в сеточке, вот, а его сразу привозят в Яндекс.Такси по заказу, вот это уже цифровизация, цифровая трансформация, которая порождает те самые новые бизнес-процессы, новые подходы. На самом деле, как раз если говорить про цифровую трансформацию, то связано с очень многими причинами, что и данные стали собираться быстрее, кардинально, и принятие решений уже идет таким образом, что человек разум своим не успевает, и многие объекты, которые мы получаем, цифровые, их так в лоб интерпретировать невозможно. Но возникает вопрос. Вот раньше, казалось бы, люди, каждый занимался своим делом, потом мы сделали цифровую трансформацию, нашли специалисты, которые будут для других из этой реки данных выкапывать правильные данные. А можно ли пойти на следующий уровень и оцифровать товарища? В оранжевой форме, товарищи, в черной форме и само ведро, с которым они работают? Ну, наверное, да. И вот об этом хотелось поговорить. Именно о том, что такое цифровая личность. На самом деле, тема здесь поднимается не в первый раз, и многие люди уже для себя пытались определиться, а что это такое. Вот это результаты опроса некой аудитории в Сколково. Было мероприятие как раз «Остров», на котором народ ответил, что для цифровой личности самое главное на первом месте то, что она может развиваться. Ну, интеллект, само собой, индивидуальность, эмоции. А вот прототип, то есть наличие некоего реального объекта, которому личность приписывается, может быть, может не быть. Людям это уже не так интересно. Хорошо, но это неподготовленный специалист. А что думают подготовленные? На самом деле, к понятию цифровой личности люди шли уже достаточно давно. Ну, вот смотрите, есть разные проекты. Социальные сети из виртуальных личностей, с одной стороны. С другой стороны, люди говорят, а почему бы нам, например, чат-бот, который под эмоции собеседника подстраивается, и говорит, ну да, ну конечно, как же. Сочувствует, переживает. Почему не личность? Личность, может быть, синтетическая, но все равно личность. Библиотека воспоминаний, которые можно продолжать механически. Личность. Даже проект по криозаморозке мозга. Личность цифровая. Но если потом взять то, что заморозили, и перевести в цифру, в интегральную микросхему, потом, через 100, 200, 500 лет, наверное, личность. Все проекты разные, но логика, пожалуй, у всех одна. А как свести человека к электронным результатам интеллектуальной деятельности? Или программы для ЭВМ, или база данных, или интегральная микросхема? Я почти утрирую. Очень часто сейчас, на текущий момент, когда говорят про цифровую личность, имеют в виду недоличность, а именно цифровой профиль. Что имеется в виду? Ну вот мы с вами живем в цифровом мире. Ходим с мобильниками. Залезаем в социальные сети. Платим карточками банковскими. Понятно, что все это дело у нас где-то остается. В киберпространстве, если говорить о понятии где-то. Если эти данные объединяются, само собой, и личностные характеристики, и наши потребности, и наше окружение, и даже наше физиологическое здоровье может быть каким-то образом оцифровано. Эту идею, на самом деле, достаточно хорошо продвинули коллеги из Сбербанка, которые в 2018 году предложили так называемый резидентный искусственный интеллект. К тем данным, про которые мы говорили, предложили собирать еще все, что угодно, включая компетенции, полученные в ходе учебы, работы, и заканчивая данными с протезов, слуховых аппаратов и же с ним, считая, что на основе этого можно каким-то образом переварить все. И дальше заставить такую вот личность на этих данных жить самостоятельно. Вопрос вот в чем. Можно ли это на данных? На данных? Можно? Ну, знаете, можно совершенно правильно, но только на данных, наверное, нет. Потому я до этого специально говорю про недоличность. Потому что самих по себе данных недостаточно, если мы будем знать о себе все. Это будут лишь знания пассивные. Что нам нужно, чтобы личность работала? На самом деле всего три элемента. Данные – это аналог нашей памяти. Дальше. С нашей памяти мы что-то делаем. Оттуда информацию извлекаем, адаптируем к текущей ситуации и используем. На самом деле, с точки зрения математического аппарата, это не что иное, как модели. То есть отношения между данными, которые позволяют получать по одним характеристикам другие. Но модели касаются только того опыта, который для нас уже осознанный и линейный. А что делать с нашей интуицией, а с нашей креативностью? Коллеги. И вот тут уже нужен следующий шаг. Тут уже нужны механизмы вывода, то, что используется в классическом искусственном интеллекте. И вот эта триада, она действительно позволяет говорить о том, что личность можно оцифровать. Так все-таки, что же это такое? Вот если говорить формально, я бы сказал, что цифровая личность – это не что иное, как система взаимосвязанных между собой данных, моделей и приорных механизмов вывода того самого искусственного интеллекта надпредметного характера, которая позволяет имитировать, я не говорю создавать в прямом смысле, а именно имитировать процесс сознательной действия человека при работе с различными объектами предметной области или другими личностями, как цифровыми, так и объектами естественного интеллекта. Само собой, в это определение попадает как минимум два класса цифровых личностей. Первое – абстрактное. Нам совершенно не важно, есть ли у нее реальный прототип или нет, мы создаем себе объект, мыслящий на свой вкус, так как это нам нужно. Ее можно строить на характеристиках реальных людей, а можно вообще из первых принципов, как хотите. А второй вариант – это ассоциированная личность, то есть фактически это тот объект цифровой, который сопровождает жизнь реального человека. Ну и как было у нас на втором слайде показано, мнение людей тоже является определяющим, что цифровая личность – это объект не статический. Эволюция является базовым механизмом, пусть даже для робота. Хорошо, скажете вы. Ладно, вот мы определили функциональные элементы, сказали, что мы хотим работать, а все-таки что должно быть-то реально, чтобы вот такой объект у нас создался? Ну как минимум три вещи. Нужно понимать, чем мы управляем, то есть должна быть информационная модель, то самое тело. Нужно понимать, за счет чего мы управляем, то есть искусственный интеллект заменяющий естественный. И нужно, что самое важное, понимать, где мы находимся, потому что вопрос управления чем-либо, он всегда связан с внешними воздействиями. Если у нас будет вещь в себе, в философском понятии, которая не будет иметь воздействий на среду, не воспринимать ничего от среды, собственно, нам это будет неинтересно. Потому всегда, когда мы говорим про цифровую личность, нам необходимо рассматривать все не изолированно, а в какой-то среде. Фактически, учитывая ту реакцию, которую эта среда нам дает. Хорошо. А что нам современные информационные технологии приготовили, чтобы это учитывать? А для этого есть более общий инструмент. Вот было сказано изначально про цифровые двойники. Опять же, двойники – это лишь частный случай. А более общий – это цифровой образ. Почему это важно? Смотрите, как выглядит иерархия. Цифровая тень – это когда мы говорим о неком представлении в цифре конкретного объекта и стиле. Вот это ползет у вас по конвейеру табуретка. Вот, пожалуйста, можно на отдельную табуретку сделать цифровую тень. Цифровой двойник, он уже может относиться не к одной табуретке, а уже ко всей популяции. Но он относится все равно к понятию технических систем. Почему это важно? Техническую систему мы сами породили, мы знаем о ней все. А представьте себе, у вас есть та самая техническая система, помещенная в природную среду, про которую мы все не знаем. Прогноз погоды вас радует? Вот меня и прогноз, и диагноз не радует на этой неделе. Но так или иначе мы понимаем, уже неопределенности-то много у нас. И плюс еще есть объекты, плюс еще есть мыслящие субъекты, которые тоже в этом участвуют. То есть люди и, кроме того, система искусственного интеллекта. И вот как раз цифровые образы – это система описания такого рода объектов и структур. Откуда она берет свою логику, свое начало? Вспоминайте, коллеги, вот если кто радуется информационным технологиям, в свое время, считайте, был переворот в конце 20 века, когда люди переходили процедурного программирования к объектному. Когда сказали, не надо хранить данные отдельно, методы обработки отдельно, давайте мы их вместе объединим в некую структуру, чтобы они были связаны. Потому что тогда мы точно будем знать, что именно эти данные к этим методам подходят, все будет хорошо работать и так далее. Вот в этой же логике строятся и цифровые образы. Только вместо методов идут модели, которые описывают такие системы, но данные они и в Африке данные. И использовать их можно совершенно для разных задач. Начиная от описания тех свойств, которые мы не видим, или имитации, и кончая с синтетикой. То есть фактически возможностью создания по заданным требованиям цифрового образа системы с теми свойствами, которые вам нужны. Есть у вас тяжелые условия природной среды. Как нам создать защитную дамбу, например, так, чтобы работала хорошо и с заданной надежностью? Можно решить по старинке, а можно синтезировать целиком, исходя из этих требований. В принципе, сейчас современные технологии позволяют. Однако дамба дамбой с человеком должно быть интереснее. В чем отличие-то, если мы говорим про применение логики цифрового образа к человеку? Да на самом деле практически ни в чем. Может быть, кроме деталей того, какие модели используются. Что должно учитываться? Ну прежде всего, само собой, если говорим про личность, значит и показатели должны быть тропоморфные в модели. А возможно и образ визуальный тоже нужно как-то использовать. Ну вот игровая индустрия нам очень хорошо это доказала. Модели поведенческие, магнитивные. Строить, к сожалению, из первых принципов, как квантовые физики, уже невозможно. Потому что не можем мы так мышление описать в лоб. Потому, увы, чтобы построить, нужны данные. Только на данных они каким-то образом выращиваются, сертифицируются. И само собой, если говорим про личность, важна персонификация. Если продолжать про модели, зачем они нужны? Ну опять же, мы с вами уже смотрели на эти потребности сферовой личности. Это может быть формализация связей между данными в памяти личности, прогноз состояния самой личности, оценка реакции среды. Если говорить вообще о том, что вот где сейчас стоит современная наука, совсем не в том, чтобы создать великую-великую, самую-самую лучшую, самую точную модель. За последнее время, коллеги, очень много моделей отдельных процессов подсистем было создано разными людьми. И сказать, что этот выигрывает у другого, можно на некоторой системе тестов. На 1%, 3%. То есть они сопоставимы. Где-то лучше один, где-то лучше другой. Фактически возникает нужда уже не в том, чтобы новые модели делать, хотя это тоже важно, а в том, чтобы совершать, по сути дела, надмодельные операции. Проще говоря, ансамблирование, комплексирование, идентификацию. Девушки, тяжелая тема, да? Ой. Что имеется в виду? А представьте себе, если у вас есть три модели, каждый из которых считает по-своему, сложили все три и поделили на три, и результат будет точнее. Я почти утрирую, но на самом деле действительно так. Это принципиальный момент для построения подобного рода систем. На что похожи такие модели? А вот представьте себе, модель инфопсиховоздействия на пространстве состояния, которая, по сути дела, по сути дела, описывает процесс 1 апреля, когда вам говорят, что у вас белая спина. Раз сказали, вы посмеялись. Два сказали, тоже посмеялись. На восьмой раз вы стали о чем-то задумываться. После этого, когда вам сказал ваш руководитель на работе, вы уже подумали, а не пойти ли мне в туалет, не снять ли пиджак, а посмотреть. А потом вы начинаете всех остальных также разводить. Вот на самом деле в этой же логике и описывается процесс. Почему это важно? А потому что такая логика дискретных состояний дает возможность строить объекты именуемые информационные технологии автоматами. Когда у вас есть состояние, есть переходы между ними, есть правила переходов. И мы, манипулируя внешним вододействием, можем так или иначе или к одному, или к другому исходу человека подвести. Но это самая простая модель. А что в жизни? А в жизни на самом деле есть не что иное, композиция вот такого рода моделей. Единственное что, поскольку, опять же, для разных задач нужны модели совершенно разных масштабов, и здесь используется такое же свойство многомасштабности. Что имеется в виду? А вот смотрите, верхний уровень, всего три состояния, одинокий, семейный, одинокий у человека. Ниже уже профессиональная деятельность, учащий, стажер, инженер. Инженер в каких терминах думает? Техническое задание, эскизный проект, технический проект, ну по ГОСТу в общем. А вот ниже уже учащий, совсем низкий уровень осмысления ситуации. Вот текущий момент, что мне делать? Проблема дискретного выбора. На самом деле, подобные модели, несмотря на их теоретическую возможность, коллеги, теоретически возможны? Возможны. Практически в таком виде нужны? Практически нет. Практически нужны лишь отдельные слои вот этого вот большого пирога. Потому что самая большая проблема не в том, что мы можем их нарисовать, а в том, что мы должны их идентифицировать, то есть фактически построить, определить их параметры на основе исходных данных. Потому что кроме как по данным, по наблюдениям, мы ничего сделать не можем. И вот тут нам все рассказывают, что большие данные, сейчас все про все все собирают, решат все проблемы. Коллеги, большие данные – это необходимое зло. Потому что вот не зря Лафонтен писал. А кто перевел Лафонтена? Про петуха, который на воздуху еще разгребает, нашел же мчужное зерно, а? О, спасибо. А до него кто писал? До Лафонтена? Ну вот, а до Эзопа я не знаю, кто писал на самом деле. Даже вопрос задавать не буду. Но так или иначе, здесь ситуация такая же. КПД больших данных всегда очень низок. Потому что это данные пассивного эксперимента. Мы их сами не планируем, а собираем то, что есть. И есть куча разных проблем. Начиная от фрагментарности, информационного загрязнения и ежи с ним. Что делать? А приходится вводиться в ситуации, когда у нас есть данные, про которые мы с самого начала знаем, что они грязные и плохие, и модели, про которые мы тоже с самого начала знаем, что они грязные и плохие. Вот кто-то говорит, что если смешать мешок навоза и мешок сахара, то будет два мешка навоза, да? А вот тут мы смешиваем два мешка навоза и пытаемся получить стакан сахара. Коллеги, это действительно иногда бывает так. И вот здесь работает такая классическая идея, как кодизайн. Что такое кодизайн? Это совместный дизайн одного и другого. Так что постараемся друг по другу. Выделяем наиболее понятную часть модели из тех принципов, которые мы знаем априори. Вот динамическая модель такая для медицинских данных, для клинических путей у меня нарисована. И подгоняем их, я скажу грубо, под те данные, которым мы, по крайней мере, доверяем, вычищая все остальное. После этого сравниваем модель с теми данными, на которых они не работали, и смотрим, что у нас не получилось. На том, что не получилось, делаем следующий шаг. Уточняем модель. Опять же уточняем данные. И так, пока у нас в итоге не останется две крохотных кучки мусора. И слева, и справа, которые, увы, описать нельзя, потому что и модель, и данные врут. Это иногда помогает. Однако, опять же, помогает до поры до времени, пока не приходит очередная идея, так сказать, из области машинного обучения, когда адепты говорят, ребята, пожалуйста, любые ваши данные, сейчас все, нейронная сеть, обученность, глубокое обучение, здесь большая мясорубка, загружаем, загружаем, вот наши данные, покрутили, покрутили, там, неделю обучалась сетка, она вам все предсказывает. Это все хорошо. Есть только одно но. Такого рода модели очень неплохо действительно делают диагноз, то есть фактически предсказывают фактически значение. А вот управление на их основе делать весьма сложно. Почему? Опять же, когда мы говорим про управление, нужно понимать, какой фактор у нас управляет. Есть классический пример, когда нейронная сеть определяла наличие окна на стене, по отцвету на потолке. С точки зрения диагноза блестящий результат. С точки зрения управления, что проще, с навеску отдернуть или потолок покрасить. Вот так и здесь. И потому другой подход, который используется, это обучение с учетом приорной структуры. По крайней мере, не кидать все в одну мясорубку, а попробовать максимально определить те связи, те закономерности, которые у нас есть на основе. Ну и нельзя сказать физические закономерности, потому что, когда мы говорим про человека, про опыту, можем использовать только, по сути дела, метафорические модели, психофизика, иконофизика и так далее. Но так или иначе, вот то, что остается поверх тех моделей, можно было учить с помощью тех же самых нейронных сетей. Однако, это я рассказываю про теоретический подход, а вопрос, для чего он нужен. На самом деле, много разных задач укладывается в логику экосистемы цифровой личности. И начнем мы с вами с самого простого. Homo digitalis physiologica. Это личность без личности. И ума нету, и личности нету, остается вон только туловище. Потому что, на самом деле, как мы с вами говорили выше, здесь все равно есть задачи, для которых подобная основа необходима. В чем основная проблема? А вот представьте себе, вот, кстати, такая вот разработка как раз для обучения медицинских работников. Это атлас не только анатомический, но физиологический. Вот сейчас вот его подразберут товарищи, начнут у него кровь качать по венам, тромбы ставить. Однако, когда мы говорим про возможность создания вот такого вот, так сказать, цифрового тела, что он тормозит с проектором, так, сейчас, ассоциирование его следователем, значит, с самим объектом возникает проблема персонификации. Почему? Ну, коллеги, у нас только основные сосуды, как в книжке нарисованы, да и то не у всех. А все, что касается от коронарных сосудов на сердце до отпечатков пальцев, вы сами лучше меня знаете, оно все индивидуальное. И потому здесь основная проблема, как совместить то, что можно считать в первом приближении одинаковым, с тем, что является, по сути дела, у каждого разным. То есть, по сути дела, мы сталкиваемся скатываемся к проблеме опять создания цифрового тени. Вот ему сейчас тромб поставили на ножки, слушайте, тормозит безбожное, но это связано с памятью проектора собственный. Вот, к сожалению. Так. Так. Да, медленно и печально. А вот это вот другой пример. Это уже тоже туловище, но туловище глупое. То есть, голова у него есть, поведение есть. Но это поведение ничем не мотивировано. И на самом деле в данной задаче оно и не представляет интереса с точки зрения мотивации. Обычная задача промышленной безопасности. Определить, как себя люди ведут на лестницах, если они себя ведут опасно, сообщить об этом человеку. При этом, на этапе определения опасности или нет, персонификации никакой. А наступает она на лестнице, когда по лицу определяется, кто это, а потом приходит соответствующее письмо на e-mail, что вы вчера с гражданкой Сидоровой целовались на лестнице, на черной лестнице, во время обеденного перерыва. Если это не вы, нажмите эту кнопку. А если вы, тогда в следующий раз держитесь за перивок, когда целуетесь на лестнице с гражданкой Сидоровой. На самом деле, это тоже вот такая задача машинного обучения, как раз затянутая на распознавание, по сути дела, самого скелета и движения, потому что, с одной стороны, можно было целиком изображение распознавать, смотреть, есть ли рука к перивам тянется и как он идет. Коллеги, зачем? Как только мы знаем движение основных элементов скелета параметрически, скорость передвижения понятна, положение рук-ног понятна, касания понятны, все, определить опасные режимы мы уже можем. Это, кстати, наши магистранты ходят, это вот они развлекались таким образом. Вот. Но опять же, как мы говорим, это еще не личность, это еще только основа для нее. А вот если говорить про уже личностные объекты, второй объект интересный, это homo digitalis domus, то есть бытовой человек. По сути дела, цифровая персона с индивидуальным бытовым поведением. Вот про это можно прочитать в любом популярном журнале. На самом деле, на таком принципе работают, наверное, практически все современные рекомендательные системы, которые вам интересный там контент подсовывают, что почитать, о чем поговорить и так далее. Ну, все, наверное, с этим сталкивались. Когда анализируется действие человека в соответствии с определенным контентом, а на основе этого уже определенной категории людей выявляется вот для такой категории характерно это, для такой это, пожалуйста, все, ничего интересного. Даже неинтересно рассказывать. Интереснее рассказывать про те особенности поведения, бытового поведения, которые так сходу у человека могут, так сказать, и не проявляться сразу. Вот опять же студенческое развлечение автогенератора тюрьмы. Вот у нас студенты и такими вещами занимаются. А на самом деле это не что иное, как тренажер для выживания. Когда необходимо человеку научиться ориентироваться в таких вот сложных условиях, которые при этом не стационарны, они генерируются под него специально, генерируются в зависимости от того, как он их проходит. То есть, если он там ошибается, не может, ему полегче дается вариант. Если сразу все упрощается, если он наоборот идет бодро и весело, ему усложняется. Это система с интеллектуальным инструктором, которая фактически говорит, нет, парень, ты вот лучше бы ты пошел по-другому, а не так. То есть, фактически, не что иное, как возможность человеку осознать, а как правильно себя вести в ситуации, в которой ты никогда не был. Ну, я надеюсь, что, в принципе, бегать непосредственно по тюремным помещениям никому не придется. Однако, вот наши абитуриенты на дни открытых которые тренировались бегать по незнакомому зданию университета, 30% ускорения по сравнению с другой, с тестовой группой, которые не обучались, очень хорошо показывали. Хорошо, но здесь работает только один человек. А что, если воспользоваться для подобных навигационных навыков уже опытом многих? Вот такого рода изделия, можно сказать. мы делали красно-чемпионат мира по футболу по основным городам, когда есть возможность сделать маршрутизацию для посетителей города, для туристов, а как быстро обойти городские достопримечательности за заданное время? Казалось бы, с точки зрения информационной технологии ничего интересного нет. Возьми достопримечательность на карту, нанеси, построй кратчайший путь, обход, там алгоритмов этих студентов третьего курса вообще блестяще все это сделает. Есть только одна тонкость. Если это семья детьми, им нужно одно. Если это группа веселых байкеров, им нужно совсем другое, им нужно посреди маршрута паб был, желательно приличный. А самое главное, кто сказал, что вот этот вот памятник является достопримечательностью, что он вообще интересен. И вот тут-то работает другая хитрость. по инстаграму собираются, вот тут белые точки стоят, это на самом деле фотографии. Собственно, собираются, анализируются фотографии. А что наиболее популярно и у каких групп? И вот дальше уже по этим фотографиям делается ранжирование, выбираются наиболее интересные объекты и дальше строится сам маршрут. Одно и другое место. То есть фактически и мобильность передвижения и характеристики выбора предпочтений тоже здесь учитываются. Хорошо, ладно, вот как бы сделали уже вот такую систему поддержки принятия решений бытового поведения для туриста. Вопрос другой все-таки. А туристу это надо? И кому это надо? Самая главная проблема в том, что такого рода системы они всегда должны определять, а какое у нас целеполагание и кому реально это нужно? Потому что если я иду строю систему как человек для себя, что мне хочется? Хочется, чтобы я был доволен. Можно, конечно, более серьезные цели полагать, но давайте самое простое, вот как Леонид Ильич, скажем, прочувствую глубокое удовлетворение, которое у нас должно быть. На самом деле оцифровать его можно, но не так легко, потому что по сути дело определяется через качество жизни, а оно зависит минимум от трех вещей. Физиологическое, больным или здоровым, более-менее понятно. Социальное, то, что обычно любят измерять через уровень зарплат, количество детей в семье и классические показатели городской статистики, тоже более-менее понятно. А вот психическое, душевное благополучие, на самом деле это очень тонкий момент, потому что оно связано с другими характеристиками, например, тем же физиологическим и социальным. И вот как раз не только через посты в социальных сетях, их тональность это можно посчитать. Представьте себе, вы живете в городе, ездите на машине каждый день домой 20 минут от работы, а потом в какой-то день перекопали все, и вы стояли сейчас в пробке. Ну, за первый день ничего, просто устали, музыку послушали, ладно, но когда вы понимаете, что вы стоите в пробке уже неделю и у вас нет объездного пути, потому что все остальное забито, вот здесь ваше социальное благополучие влияет уже на психическое или душевное. А вот если это продлится еще неделю, то они оба будут влиять на физиологическое, потому что будете себя плохо чувствовать. По сути дела это не что иное, как некая система оцифровки, которая на самом деле сейчас еще весьма и весьма несовершенна, она, можно сказать, теоретическое, но так или иначе такие вещи работают. И вот здесь возникает важный вопрос, все-таки на кого мы рассчитываем, потому что для себя, да, вот мы, так сказать, ценность определили, а вот если, например, система работает не для нас, а для некого провайдера услуг и сервисов, кто-то хочет нам что-нибудь продать, или кто-то хочет, чтобы мы в банке были как можно более стабильным заемщиком до конца жизни платили взятые кредиты, именно платили, то есть никто не хочет нашего дефолта, но именно в этом банке никуда не уходили, совершенно другая целевая функция. И вот здесь как раз разделяется понятие персоны и аватара, вот опять же эта терминология используемая в Сбербанке, персона, в первую очередь цифровая персона ориентирована на личностные характеристики припочтения человека, фактически это основа для персональных помощников, которые работают на вас и только на вас. А аватар это фильтр, фактически срез, сторона жизни, ну в принципе как тот аватар синий, который по лесу бегал, для использования определенных условий для определенной задачи. К другому аватару, который с огнем и водой возился, боюсь, что это не подходит. Но к синему самое то. Вот, кстати, такой пример. Это картирование нашей Петроградки дорогой с точки зрения предпочтений для отдельных категорий людей. Вот сейчас вот там вот это вот точки притяжения, разные, так сказать, коммерческие объекты изображены. Для пенсионеров совершенно одна карта предпочтений, для студентов совершенно другая. А исходя как раз вот из той самой логики измерения, чувство глубокого удовлетворения, про которое я до этого говорил. Опять же, объективно я сомневаюсь, но иногда лучше, чем... Слушайте, что-то у нас сегодня с проектором... Да. По крайней мере, лучше, чем ничего. Зачем подобные вещи важны и нужны? А представьте себе, коллеги, вот мы всю жизнь с вами привыкли к тому, что изстаиваясь задачи, давайте ускоримся, оптимизируемся с точки зрения производства, бизнес-процессов, новой технологии и так далее. Но во всех технологиях и процессах есть, к минимуму, две составляющие, если уж не роботизированная линия. Первая составляющая это, собственно, вот тот самый объект технологический или организационный, а второе это человек, который туда подходит. С современной точки зрения, в рамках существующего технологического уклада, что мы имеем? Приходит человек, на работу устраивается, коллекционные требования удовлетворяешь, удовлетворяешь, до станка достаешь, достаешь, образование имеешь, имеешь, вроде не дурак, все, иди работай. Но он усредненный. А теперь, посмотрите, другая схема. Когда у вас люди тоже разные приходят, и вы это учитываете, я совсем утрирую, но одному конфетку подарить перед сменой, другому сказать, что премии лишишь, третьему напомнить, что вообще-то парень, скоро субботой на рыбалку поедешь, у вас сразу появляется больше возможности для оптимизации, степеней свободы. Чем больше степеней свободы, тем больше вы можете выжить из вашей системы. Во многих процессах современных, уже производственных, без перехода к новым технологиям, практически исчерпан процессы, возможности по оптимизации. А вот использование человека здесь дает немножко больше. Но это тема отдельной истории. Хотя, если мы говорим про профессиональные особенности, то я бы хотел затронуть немножко следующую категорию Homo Digitalis Pro, профессиональный ассистент с человеческим лицом. Вот, когда у нас в названии лекции было провокационное слово «миньон», по сути дела «помощник», как раз об этом я и хотел сказать. Что имеется в виду? На самом деле совсем не тот цифровой помощник, который вам подсказывает, что у вас скончается соль, потому что вы покупали месяц назад в его магазине и следит за вашими тратами. Это неинтересно. Мы говорим про тех помощников, которые позволяют нам возиться с профессиональными системами поддержки принятия решений. Вот здесь и далее сокращаю СППР, коллеги, но для нас это обычное сокращение. Ну, уж простите, меня слишком сложно и долго писать. Сейчас, в современном мире, система поддержки принятия решений, фактически программы, которые позволяют отвечать на вопросы «А что нужно сделать, чтобы мне достичь моей цели? А как мне это сделать лучше? А что мне не нужно делать, чтобы мне за это ничего не было?» и так далее. Они все основаны на логике процессов. То есть, вот есть какой-то заданный процесс, под него пишет система поддержки принятия решений. Вот, например, у нас система поддержки принятия решений и предотвращения наводений в Петербурге, в разработке которой тоже мы участвовали, она отвечает на простой вопрос. Когда закрывать затворы и когда открывать, чтобы город не затопило нагонной волной, чтобы город не подтопило Невой, потому что затворы закрыты, и чтобы морской порт при этом минимально пострадал. Вот вам процесс поставлен, все есть. Однако, такого рода системы, увы, это очень дорогое удовольствие. Процесс один, а вопросов может быть много. Как можно из этого выйти? А на самом деле можно. Вот с помощью такой вот забавной схемы цифрового профессионала. Когда у нас есть триада. Цифровой образ системы реального мира, чем мы управляем? Модели, данные связаны с этой системой. Завод, аэропорт, пожалуйста, комплекс защитных сооружений, что хотите. Цифровая личность. По сути дела, это уже не бытовая личность, а это не что иное, как искусственный интеллект, который позволяет имитировать действия человека не эксперта, который сам принимает решения, а скорее оператора, который использует данные и модели цифрового образа, дергая их за правильные рычаги, чтобы получить ответ на нужный вопрос, и который может понимать и интерпретировать этот вопрос, если этот вопрос относится к данному образу. И есть третья, очень важная вещь. Цифровой супервайзер. В данной ситуации я бы сказал, что интеллект может быть не так сильно проявляется, если мы говорили вот там про бытовые вещи. Почему? А потому что мы, по сути дела, подменяем где-то несовершенную память эксперта совершенно памятью машины. Я, может быть, могу что-то не помнить из моего университетского курса, например, по математике или по специальным дисциплинам. Но, с другой стороны, я-то не помню, но машина помнит. Или, если я не помню, не знаю, машина может по модели посчитать, по крайней мере, мне какие-то данные выдаст. А вот дальше уже цифровая личность превращает их в то, что необходимо для принятия решений. Так вот, что такое цифровой супервайзер. Очень важный элемент. Наверное, самое важное нужно для того, чтобы вот эти двое личностей образ между собой не договорились на своем языке и не сделали то, что не соответствует нашему желанию. Про Скайнет все фильм смотрели и про Терминатора. Вот на самом деле там супервайзера не было. Почему такие вещи важны? Ну, коллеги, искусственный интеллект, он работает только отчасти. Вот классическая картинка, такой состязательный пример для нейросетей, которая тщательно пытается отличить щеночков от маффинов, и ничего в нее не получается. И системы, основанные на искусственном интеллекте, к сожалению, имеют метрологические проблемы. Мы далеко не всегда можем гарантировать качество работы. Мы можем проверять их постоянно, говорить, ну да, вот эксперимент, очередной эксперимент показал, что все хорошо, но гарантии априорные быть не может. Так вот супервайзер, это как раз тот механизм, который на основе априорных знаний более высокого порядка и говорит о том, что да, вроде это не противоречит второму закону термодинамики, потому это надо использовать, а это противоречит. Вот, потому давайте-ка вы, ребята, пересмотрите ваши решения, этому доверять нельзя. Тут вообще человека надо звать, потому что вроде они уже в преступную связь вступили, вот и нужно что-то делать. Так или иначе, этот объект все равно нужен. А вот, зачем, например, это важно нужно? Я про систему предотвращения наводнений в Санкт-Петербурге сказал, но представьте себе, чтобы эта система работала, необходимо получать метеорологический прогноз, необходимо моделировать гидравогический прогноз, то есть волнение, уровень течения, это ветер еще, вот это уже уровень течения, пошли, сейчас наводнение какое-то пойдет, сейчас переключим волны, лед, если будет нужно. И это все ради одного вопроса, когда открывать, когда закрывать. А с другой стороны, смотрите, сколько на этих данных, этих моделях, можно вопрос рассмотреть. хотя бы, а когда снег убирать? И стоит ли убирать, может быть, завтра опять насыпят? Может быть, сразу большой трактор через неделю вывезти там и двухметровую сугробу убрать? Коллеги, я утрирую. Но система для разных ведомств на это не рассчитана. А вот система а-ля цифровой профессионал, она как раз и способна интерпретировать по-разному поставленные вопросы и использовать для этого те модели, которые есть, естественно, в меру их возможностей. Потому что, если система реально с подобными моделями не может дать нужную нейтрализацию или нужную точность, ну, в принципе, так и будет сказано, что, ребята, 50 на 50 или убирать, не убирать. Но это лучше, чем ничего, и, по крайней мере, дешевле. Но, если говорить про эффективность такого рода решения, уж вы понимаете, как врачи древности на себе экспериментировали, я вот тоже на себе пытаюсь, я бы сказал так, что, собственно, машинная часть, связанная с цифровым образом, 60% рутины, ну, реально на себя заберет. Просто не за счет интеллекта машинного, а за счет того, что можно каким-то образом это посчитать по модели, значит, получить разные варианты, сравнить и так далее. Тут интеллекта особого нет. 30% это все-таки уже работа цифровой личности, как таковой, в рамках программы системы, там, не знаю, может быть, с учетом других контактов, с учетом цифровых знаний эксперта, и же с ним. А 10% все равно останется человеку на принятии решений. Потому мы говорим не про принятие решений, вот система принятия решений, а про систему поддержки принятия решений, потому что может рекомендовать, а вы уже хотите и не хотите, а решение принимаете сами. Ну вот смотрите, коллеги, мы подошли, наверное, уже к одному из самых таких интересных объектов, к искусственной цифровой личности, ну или покемону. Миньон, покемон, это наше название сейчас здесь с вами кодовое, скорее для понимания самого процесса. Почему синтетическая личность является покемоном? Кто мне скажет? Ну это само собой не просто эволюционировать, а эволюционировать в нужном мне направлении. Покемонов специально стравливали, чтобы они побеждали и росли. Да? Вот, видите? А у меня дети, трое, я мультики смотрю. Да, конечно. В то, видите, лекции даже рассказывать могу. Так вот, если мы говорим про синтетических личностей, которые нужны нам для решения разных задач. Например, для экспериментов с ними, там синтетического злоумышленника сделать для системы, попытаться ее взломать, там, например, или объекты социальной инженерии и же с ним. Вот. Что, казалось бы, самое простое? А консервативное обобщение? Давайте мы будем считать, что наша синтетическая личность – это не что иное, как просто обобщение набора реальных. Хвост Петра Петровича, уши Ивана Ивановича. Вот сейчас мы все это возьмем, насобираем, и потом вот такой вот радостный бот будет показывать нам фотографии своего детства, расскажет, что его в 5 лет укусила собака, в 10 лет бросила отец, потом так аккуратно просит у вас 100 рублей, потому что ему на что-то не хватает. Ну и не только у вас, у всех остальных. Коллеги, вот действительно механизмы такие есть, и вот создать, синтезировать объект, вот пример, так сказать, политически активных товарищей из контакта, значит, по-моему, не можно. Есть только одно но. До поры до времени это работает, но иногда бывают такие интересные объекты в итоге получаются, которые не похожи совершенно на реальных людей. И вот тут-то уже раздули для другой области, которая позволяет такого рода девиации выявлять, потому что, понимаешь, на всякое действие возникает противодействие. И в киберпространстве тоже. В чем здесь основная проблема? А проблема в том, что иногда мы хотим слишком много таких синтетических личностей. Вот как сказал Унистон Черчилль. Черчилль? Кто это? Вот, это Толкин, да. Вот хорошо, по крайней мере, это приятно. Нам есть о чем поговорить, кроме мультиков. Вот. Но так или иначе, коллеги, вот еще Толкин сказал, что, ребята, зеленое солнце легко нарисовать, но вот если вы хотите сделать мир, в котором оно работает, пожалуйста, тут эльфийское волшебство еще нужно, чтобы это все было. Что в итоге получается? Что когда мы пытаемся создавать вот таких вот объекты, если мы действуем в рамках некой там уже понятной нам совокупности, не выходим за ее пределы, не экстраполируем наружу, более-менее все проходит. Как только мы начинаем строить объекты со свойствами, которых принципы никогда не наблюдали, но хотели бы, часто они бывают просто нереализуемыми и нефизичными, потому что сами законы нарушаются. Что делать? А вот представьте себе, тоже и студенческая игрушка, по сути дела, летающий человек. Обратите внимание, мир с неестественной гравитацией и неестественной аэродинамикой. Не бывает такого в жизни. Как можно построить законы этого мира в цифре для того, чтобы все это было реальным? Есть два варианта. Экстенсивный вариант это до посинения пытаться крутить уравнение аэродинамики, там, оперируя вязкостью и так далее, скорее свободного падения, там, немножко, так сказать, покрутить. Пожалуйста. Знаете, и так-то считается все это очень тяжело, это очень тяжелая улучшительные задачи, а тут вообще все может залезть, и эффекта никакого не будет. Есть второй вариант. На самом деле современные методы, что называется эволюционные вычисления, вот это один из разделов интеллектуальных технологий, позволяют на основе данных, которые мы собираем, фактически воспроизводить уравнение тех самых законов. То есть, другими словами, возьмите вот этого товарища игруна, наметьте ему цели, как он должен летать, проведите, сделайте обучающую выборку, пусть он подвигается, как вам это будет удобно, хоть клавишами. А после этого заставьте по этим данным систему сгенерировать, по сути дела, создать, вырастить те уравнения, которые описывает этот мир. Это тоже ресурсоемка, но когда они сгенерированы один раз, у вас дальше все будет работать связно. То есть, фактически, ваш мир уже разлетаться, разваливаться не будет. На самом деле, такого рода задачи, они вставали у людей еще, наверное, с конца 90-х годов, но если поначалу народ занимался выращиванием равнения маятника, вот, самого простого, то сейчас уже стало понятно, что и более серьезные системы могут быть как раз освоены, выращены с помощью таких суперкомпьютерных эволюционных вычислений. И вот тут-то как раз возникает очень забавная вещь, что, по сути дела, сами эти покемоны, могут выращиваться посредством так называемой цифровой генетики. Вот есть, не знаю, опять же, в женских журналах уже пишут про генетические алгоритмы, которые спасут мир, там сдадут искусственные объекты и так далее. Здесь примерно то же самое. то есть, имея те самые наборы данных, наборы моделей, которые у вас находятся в цифровом образе, можно, правильно их комбинируя, задавая определенные условия из фактически однородной цифровой биомассы, выращивать объект с требуемыми свойствами, как внешней среды, так и самого покемона, личности, которая вам нужна. Это тоже отдельная область, но скорее всего, за этим будущее, потому что такого рода процедуры, они очень сильно ускоряют процедуру разработки. В частности, представьте себе, простой пример, применимый где угодно. У вас есть оборудование промышленное, и на нем есть некая система для сопровождения ремонтов, обслуживания и прочее. Другими словами, голосовой помощник, который должен ругаться на человек, который же мертвен на те кнопки и говорить ему, что ему сделать, если он не может с ним разобраться. Все казалось просто. Сложно только одно научить. А вот система вот такого рода, в которой ты скормил пачку эксплуатационной документации, которую написали до этого, и после этого на 90% сможет отвечать на вопросы, объяснять, что нужно делать сама, то есть бот обучит, вот это уже реальность. Такие вещи действительно делать можно, коллеги. Вот по подобному подходу. Ну и, наверное, крайняя ипостась, а именно социально инспирируемая цифровая личность. Мы с вами с самого начала говорили про среду, но так в данной ситуации объекты могут сами организовывать среду для себя. И здесь основная идея идет в осмотрении социальных отношений как сетевой структуры. То есть, по сути дела, сети могут быть контактов, передача информации, дружбы, последования и так далее. Направленные, ненаправленные, эволюционирующие. Вот видите, тут циферками поставленный пример. Чем такие системы интересны? А в них могут как в физических системах проявляться фазовые переходы. То есть, по сути дела, толпа вроде была довольная, 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 но вдруг там 3% недовольных, я утрирую, смогли так громко закричать, что вся толпа заволновалась и стала разбегаться. Хотя до этого вроде ничего не предвещало. Такого своего рода социальные фазовые переходы, критические явления. И такого рода объекты тоже можно делать на основе интеллектуальных агентов или таких личностей. Вот опять же пример к Сачам еще давней достаточно, к Олимпиаде. Вокзал в Сачах. Но самое интересное не электрички, а вот поведение людей, которые оттуда пошли. Казалось бы, это самые примитивные поведенческие эффекты. То есть, ну и не столкнуться с другими. Вот работают социальные силы. Знаете, пример социальной силы это вот когда мужичонка-пьянник к девушке метро поддвигается, она не вот двигается. Это что такое? Третий закон Ньютона. Коллеги, я не шучу, потому что на самом деле уравнения, которые описывают вот этот процесс движения, они построены именно так. Только там понятие массы другое, понятие ускорения другое, действие противодействия тоже. А по сути дела оно и есть. То есть люди фактически ищут стратегически, как им быстрее выйти, как не столкнуться, как может быть следовать за лидером, если он идет медленнее, чем ты идешь, чтобы не наступать на пятки все время. Это все учитывается. Однако важно совсем не это, а то, как происходит взаимодействие влияния друг на друга. Потому что здесь влияние только локальное. Ну здесь где-то надавили, там кто-то недовольный. А вот представьте себе, если в этой толпе идет человек и кричит, во, все, все выходы закрыты, и другие закроют, быстрее давайте туда бегите. Вот эта вот сеть фактически формируется, такая вот цеполочка змея, сейчас вы ее увидите, из тех людей, которые услышали. Вот бежит человек в толпе, остальные его слушают. Вот услышали, пожалуйста. Кто-то отреагировал, это красные, кто-то не отреагировал. Вот они у нас черные оказались. И по сути дела, вот такие вот нехорошие товарищи действительно могут достаточно быстро информацией неправильной народ заразить. Ну а дальше уже будет то, что будет. Вот хотя бы пример, когда один элемент действует на другой. И вот такого вот рода объекты, такого рода интеллектуальные агенты, интеллектом может быть гораздо более примитивным, чем он нужен, например, для бытовой личности, или тем более для профессиональной, тоже могут быть сделаны. Вот видите, какой трек. Это вот он бежал по толпе, вот намотал слушателей. Хорошо, скажет Стива, ну вот есть такое, есть сякое, а что дальше-то? Скажу честно, пока ничего. Почему? А потому что наука-то еще работает на переднем крае все-таки. А что будет дальше? А дальше, наверное, будет вот такая вот штука. Представьте себе, если мы строим цифровые личности, которые между собой могут общаться. Например, два профессиональных цифровых личностей, которые обслуживают два разных процесса. Одни, проще говоря, транспортом занимаются и городу убирают, а другие там погоду предсказывают и снег. Могут они общаться без нас, хотя бы на уровне данных, но и могут для протокола правильно построить. Есть цифровые образы тех самых объектов, например, городских подсистем. Есть люди, которые участвуют в этого рода взаимодействии. Что у нас получается? А фактически распределенная мыслящая среда, которая себя включает в вычислительные элементы, источники данных, системы естественного и искусственного интеллекта. И в принципе вот такого рода задачи они до конца еще не нашли своей реализации. Почему? А тут на самом деле и с теорией не все хорошо. Потому что если посмотреть на эту область, то здесь само себе направление является новым. Вот есть такая прекрасная наука называется системная биология. Если говорить очень простым языком, это то, как с помощью композиции разных клеток сделать тот организм, который вам нужен. А теперь представьте себе, если у вас не клетки, а объекты информационные, как с помощью такого рода объектов вырастить среду, которая вам нужна? То есть сделать ту самую распределенную мыслящую среду с данными характеристиками. Вот по сути дела системный искусственный интеллект это я бы сказал калька наследие, наследование идей системной биологии, но в отличие от нее он имеет очень важный момент. Во-первых, эволюция у нас здесь управляемая, мы далеко не всегда можем биологической эволюцией управлять. А вот здесь, пожалуйста, цифровое, да куда угодно, это как бы все в наших руках, потому что это можно делать быстрее. А вторая вещь для нас тоже важная, это конструктивизм. То есть мы всегда, опять же, цифровые объекты можем легко воспроизводить, для нас там нет неопределенности в отличие от биологических. И потому это направление действительно весьма многообещающее. Куда оно нас ведет? Назад в будущее, уважаемые коллеги. Назад в будущее. Потому что, если даже вы сейчас посмотрите, у меня здесь нанесены картированные отдельные технологии искусственного интеллекта, по сути дела, так как эта дорожная карта Росатомовская у нас предусматривает, я брал их из нормативного документа, потому что дискутирую, в чём это есть, а этого нет, мы даже не будем. Но могу сказать так, что если мы с вами рассмотрим в двух осях это интегральность, ресурсоемкость, то есть насколько много разных механизмов используется и насколько это требует больше времени для расчета, что у нас на бисекрисе координатного угла? Система поддержки принятия решений. Они родные, цельные и неделимые. Потому что на самом деле, если говорить вообще про направление развития современного искусства интеллекта, ну, пожалуй, есть две основных ветки. Первый – это интеллект, я бы сказал, братьев наших меньших. Ну, представьте себе, коллеги, клоун с собачкой выходит на сцену и говорит, жучка, сколько здесь? Жучка, гав, гав, гав. Что у вас здесь? Распознавание образов, машинное зрение, синтез голоса, всё есть. Но это жучка. Тем не менее, это важные задачи, но отдельная область. Другая область – это всё, что касается систем, связанных с поддержкой принятия, принятия решений, то есть уже мыслительной, тем более профессиональной деятельности человека. И вот, наверное, туда и дорога. По крайней мере, нам это интересно. И, коллеги, ну, поскольку уж сюда дошло, на правах рекламы, вот тех людей, которые такие вещи могут делать, мы учим у себя на мегафакультете университете ИТМО. Причём, наша идея самого мегафакультета ростелекционных информационных технологий использует смысл трансляции, как использование информационной технологии для того, чтобы достигать новых направлений, результатов в других областях знания, транслируя разного рода механизмы, присущие одним властям в другие, и на этом выигрывая. По сути дела, это люди, которые умеют работать на стыке, на стыке предметников, предметных областей и информационных технологий. То есть, например, айтишник, работающий с медиками, айтишник, работающий с финансистами, айтишник, работающий с урбанистами, это просто по названиям наших институтов подразделений. Ну, а дальше уже может быть любая специализация. Само собой, прием в магистратуру идет, у нас есть конкурс, но для хороших людей мы всегда что-нибудь придумаем. Уважаемые коллеги, спасибо вам. Спасибо большое, Александр Валерьевич. У нас есть время, чтобы задать несколько вопросов, только в микрофон. Коллеги, есть вопросы? Вижу, значит, далеко. Да, спасибо большое, очень интересно и полезно, но, конечно, это материал очень сложный, и у меня, собственно, один совсем короткий вопрос, что такое Data Hunter, чтобы понять. понимаете. А по самой лекции, вы понимаете, тут у меня какое смущает вещь. Вот у вас было в первом самом слайде там порождение новых форм социальности или что-то такое поведение. Мне кажется, это довольно сомнительное утверждение, поскольку из всего, что вы говорили, я ничего в моем понимании о социальном не услышал. Я вот просто хотел бы от ваших каких-то пояснений, если есть. И второй вопрос, вот там тоже был такой в слайде утверждение надмодельной операции, что операции бывают не модельные, или это подразумевается, что когда другая модель управляет? Спасибо. Позвольте, я отвечу с конца. Прежде всего, надмодельная операция, это операции с моделями как с сущностями. Одна модель управляет другой или замыкается другой. Одна модель, значит, или существующая модель, например, ансамблируется, то есть, проще говоря, запускается с разными начальными условиями, результаты суммируются. Модели используются как основа для расчета функции оптимизации, целевой функции. Вот это надмодельная операция. Это имелось в виду. Вторая вещь, что касается социальной деятельности, на самом деле далеко не все эффекты, которые перечислены на первом слайде, требуют раскрытия в этой лекции. Потому что в лекции мы говорим о том, что нам интересно, а о том, что нам не интересно, наверное, об этом могут рассказать другие лекторы. А Data Hunter это на самом деле такая забавная категория людей, которые умеют правильно подбирать данные, косвенно характеризующие разные процессы для получения новых знаний. Дело в том, что вообще, коллеги, это большая проблема. Специалисты в области машинного обучения в большинстве случаев говорят так. Мы работаем с блестящими алгоритмами, мы их сами придумываем, у нас все зашибись, но те данные, которые вам даете, это откровенная гадость, потому что когда у вас будут хорошие данные, придите к нам, пожалуйста, мы их обязательно обработаем. Но это как повар, который говорит, что знаете, у вас продукты немножко не те. А вот для того, чтобы самим понять, откуда взять данные, понять, что они адекватные, привести их в порядок и дальше использовать задачи в модели, вот когда про дизайн рассказывают, получить результат, это нужно все-таки специальное образование. Это человек, который немножко, так сказать, больше специалист по данным, чем модельер. Причем бывают иногда совершенно неожиданные результаты, например, классическая задача оптимизации лифтов в здании, решаваясь таким образом, что люди на улице поставили камеру, сидели просто за окнами в здании, какие вот загораются, какие гаснут, на основе этого смотрели, где в какой части здания больше окон ночью горит еще, значит, там лифты можно как бы оставлять. Я имею в виду коммерческие здания, они, само собой, не живые. Вот. Это логика Data Hunter. А, еще вопросы, коллеги? Так, так, так. Кто-то точно. Да, давайте. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Скажите, мне с собой интересно, что значит самообучение искусственного интеллекта? Это как оно самообучается? Вот леоненькая машина, это как происходит? Значит, самообучается, это означает, что у вас правило, как оно обучается в том или ином виде, в виде модели, алгоритма, или просто, может быть, какой-то продукционной системы зашито уже заранее. Вот. Это непрогрессивный искусственный интеллект, если в классической, скажи, говорит, потому что есть, как бы у нас всегда боязнь, что там будет прогрессивный искусственный интеллект, который все начнет делать сам, вот, то есть машина будет делать машины, в итоге они, скажи, будут умными и нас вытеснят. Я говорю не об этом, я говорю об имитации процесса обучения в тех рамках, которые заранее мы ограничиваем нашим механизмом обучения. То есть мы его научили, как учиться. Если вы ребенка научите, вот смотрите, пять учебников, ты должен вот эти учебники, пять штук, прочитать, и вот эти задачки, из них прорешать, сравнить с ответами. Он обучится? Обучится. Но он дальше никогда не пойдет, если это будут первые для него учебники. Вот то же самое делаем с этими системами. Кто еще хочет что-то спросить? Ну да, я думаю, что мы сразу же не разбежимся, у вас будет какое-то время еще. Но если кто-то хочет сейчас еще раздать вопрос, давайте последний возьмем. На самом деле вопросы коллеги тоже очень интересные, публичные, потому что иногда и вопросы, и ответы могут содержать гораздо больше информации, чем есть в исходной лекции. Смотрите, точно кто-то должен что-то спросить. Такая мотивашка прозвучала. Больше напряглись. Ну ладно, вот смотрите, вот она, вот она пошла. А в чем вы строите эти кластеры? Что? В какой программе построена эта штука? Знаете, вот, значит, мы обычно пользуемся iGraph'ом и NetworkX'ом, но вот эти кластеры, которые я показывал, значит, а какие именно вы имеете в виду? Динамика или статика? Динамика. Динамика построена в собственном программном обеспечении, значит, вот это вот, да, значит, сейчас, значит, это, собственно, разработка, у нас есть своя платформа для вот такого вот систем, она есть в библиотеке раскладки NetworkX пакета, вот, а дальше визуализация уже самостоятельная. Пришлось писать самим, потому что было очень много узлов, но мы большими системами работали, из которых все смотреть не хотелось, а вот сделать так, чтобы оно работало быстро, хорошо, и что-то показывало сжато, а что-то наоборот явно, вот это пришлось ручками допиливать. Вот так. А вот еще вижу вопрос, так. Скажите, пожалуйста, какие этические проблемы, вот, скажем, ну, с физуальным зрением, ну, сейчас решаются теми же, так сказать, машинами, которые управляются искусственным интеллектом и так далее? Как решаются здесь вопросы? Вы знаете, ну, я бы, наверное, разделил эти проблемы на две категории, опять же, не будучи в этом специалистом, сразу скажу, значит, первая категория, это проблема связана с прогрессивным искусственным интеллектом, то есть с интеллектом, который вдруг начнет думать лучше, чем люди, и потянет на себя, вот. Пока это решается, с одной стороны, слабостью современного научного уровня, я прямо скажу, что, так сказать, слабой ему еще, так сказать, на наших текущих знаниях таким стать. А во-вторых, вот, как я уже рассказывал, с Лойкова того же самого супервайзера. Вторая категория проблем, это проблема выбора. Это вот то, что вы сказали, кого давить, это известные, там, и маэтишные разговоры про то, что все люди говорят, что точно не давить беременных, старую бабушку можно давить, старого дедушку можно давить, ну, чуть реже, а вот преступника, если он, мы знаем, что он преступник, точно надо давить, хуже только собаки, коллеги. Я не утрирую, ну, как бы эти результаты не опубликованы, вот просто люди опрашивали, как бы, с точки зрения самих систем. Я бы сказал сейчас, что решаться, скорее всего, серьезно, оно будет не на уровне науки, а на уровне системы стандартизации. Сейчас в мире уже есть несколько международных комитетов по стандартам в области искусства и интеллекта. У нас есть комитет по киберфизическим системам, значит, в России, и там есть секции по искусству и интеллекту. Потому я допускаю, что это все-таки вопрос, который должен обсуждаться на данном уровне. Насколько я могу это понимать? Как не специалист? Так, ну, видимо, на вопросах этики как раз мы и закончим. Спасибо еще раз, Александр Владимирович. Давайте поаплодируем еще раз. Спасибо всем, что пришли. Следующая лекция в рамках цикла у нас состоится 6 августа. Поговорим о довольно экзотической теме, на самом деле, для цикла «Науки и технологии». Будем говорить про мотивацию и что мы знаем о ней с точки зрения науки. Смотрите в расписании. Виктория Новоголандии. Приходите. Всех ждем. До следующей встречи. Это Ольга Сорина, профессиональный психолог клинический. Ее можно оцифровать? С мотивацией. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...